Поэтапное повышение зарплат ожидает педагогов, соцработников и врачей, работающих в сфере социальной защиты населения. Это одна из основных задач для регионального профильного департамента на будущий год. Сейчас сотрудники учреждения подводят итоги прошлого года и определяют приоритеты на будущее. Это и поддержка многодетных семей, и улучшение условий жизни ветеранов, и разработка ряда соцпроектов. Мы продолжаем оказывать 72 вида льгот и выплат населения, оказывать серьезную социальную поддержку населения. На эти цели у нас уходит 4,5 миллиарда рублей, то есть это почти каждый пятый рубль непосредственно направлен на социальную поддержку той или иной группы наших жителей. Одной из главных задач ведомства была и остается профилактика социального сиротства. В регионе на сегодняшний день живет более 4 тысяч детей-сирот. Четверть этого числа воспитывается в детдомах. И эти цифры пока не имеют тенденции к снижению. За 2012 год органами социальной защиты населения выявлено в качестве оставшихся без попечения родителей 675 детей. Это, конечно, меньше, чем в 2011 году на 13%, но цифра по сей день остается недопустимо высокой. Сейчас силы и средства будут направлены на улучшение материальной и технической базы детдомов. Так, после капитального ремонта Ивановский детский дом номер 3 стал звездным. Сейчас его называют лучшим в регионе. Теперь чиновники намерены уподобить ему остальные детские дома и интернаты. У нас где-то половина учреждений имеют условия, приближенные к семейным условиям и отвечающие всем самым современным требованиям, кроме этого детского дома «Звездный». Но есть часть детских учреждений, которые требуют и капитального ремонта, и переустройства, и наполнения новыми формами работы. Вот одним из приоритетных мы выбираем сейчас шуйский детский дом и школу-интернат. И включаем ее в программу модернизации образования. Есть и планы по другим детским домам. Правда, «Звездный» был отремонтирован на средства, выделенные из резервного фонда президента. Потребовались вложения меценатов. В общей сложности, чтобы третий детдом стал детдомом для одаренных, пришлось потратить почти 50 миллионов рублей. В этом году из резервного фонда президента выделят еще 10 миллионов. По словам чиновников, они пойдут на обеспечение нужд региональных учреждений социального обслуживания населения.